всем привет пятницы вас у нас пятница вот такая надеюсь что когда видео выйдет еще будет пятница мне значит будет суббота наш субботой так я тут заходил купить батарейка мне надо была маленькая 40 стоит такая маленькая маленькая батареечка это китайский термометр получил вчера который в колбасу втыкать да если колбасу варить все-таки в мечты есть уже как бы и оболочку купил искусственного термометр ждал пришел термометр надо уже начинать варить какую-нибудь так ну он пришел без батарейки надо было батарейку включить ну смысле это купить вот пошел купил батарейку сейчас посмотрим как тут березку еще не вырвали пока что единственная моя знакомая березка который в этом парке посадили дома здесь расти у нас еще карусели существует смотрите правда сейчас еще утро 10 часов утра так что карусели закрыты вот поремонтировали партик такой сделали смотрите тут он и был партик но был такой захолучный а сейчас вот почистили подковыряли вон человек убирает парк то есть за парками смотрят полезный флаг посадили березку там это другие какие-то деревья растут то уже наши говорят аргентинский вот березка растет вот здесь на пятачке на вот этом вот смотрите она тут даже была подписана как-то она называлась не помню уже табличку вроде выдрали не помню как она называется теперь по испански тут табличка стояла прошлый каких-то видео у меня есть там так вот вам березка потом скучает дальше вот такие вот площадки детские поделали для собак не помню на убрали они эти выгул для собак вон там за той решеткой был был тут вывод для собак сейчас его туда перенести так что вот такие дела фото нового ну я уже надоелся своими посылками на посылки зажимает вот за последнее время после того еще одну принесли с термометром а потом начал смотреть оказалось что из 13 которые мне должны 2 как бы однако находится на почте остальные 11 вот два месяца их не видел не видел не видел теперь смотрю по интернету написано переоформляется для того чтобы я шел их искать на таможню то есть я тоже так не могу пойти искать теперь должен сдать телеграмму специальную которыми еще раз принесут потом телеграммы этом заполню распишусь напечатаю еще бумажки и попружка и она таможню за ними это для выгула собак там вход на входе желтый ящик с кулечками сразу брать за собой убирать за своими собачками и вот такая площадка для них чтобы они побегали с той стороны кстати тоже это вот длинно он там я вижу с той стороны тоже такой вход есть видите так что любителям собачек вон там дальше и вход с той стороны и двери есть между них типа на ту сторону потом она выйти ладно сегодня пятница сейчас пойду несколько работ еще сделаю на сегодня я еще запланированного сейчас иду сюда тут один знакомый аргентинец киоск свой открыть ну и просил какие программы на ногу поставить которая там киоски работает не знаю что не хватает сейчас посмотрю потом света заказала купить муки там как тот это цель на зерновой я в общем не знаю к этому канал чтобы не белая вот эта простая как цель на зерновая она мне там хлеб чтобы этот сахар не поднимать печет сама такая мне хорошая жена вот она для меня специальный хлеб и вот она делает не из цель на зерновой муки и она здесь продается к разу не будет по пути магазинчик где часто раньше входил сейчас уже ближе там входит мазинчик а так как был проходить куплю тут и цель на зерновой муки потом надо сходить к этим зубным врачам в один центр зубной забрать у врача один компьютер домой проверить его там это почистить в общем сделать ему техобслуживание который а я обслуживаю это центр надо там сходить забрать потом надо позвонить центр спросить уже тянут две недели не могут никак сцену составить тоже за ремонт одной материнской платы и как не сложат цену каждый день позвонить дался позвонить дата позвонить должны как ему сложить сколько с меня взять так что конечно не только кто там узнать ну и вообще-то надо так вот и осени готовится вчера была холодина да не могу мы ехали в машине включали вечером печку целую ночь шла гроза вот этот магазин брат и верли куда я потом за мукой зайду вот вот сюда зайду я кстати мне есть в этом магазине полностью кино хозяин мой знакомый вот так что мне есть там среди них что у него в этом магазине а другой знакомый которым еще задул он там находится через квартал значит значит в чем я рассказывал что надо подготовиться уже в принципе настроение такое выходное знаете я пол мочи смотрел рыбалку на искусственной приманки дело в том что я в жизни если честно говоря никогда не ловил на искусственной приманки нет я пол пару раз их бросал пару раз их бросал и наверно штук 6 зацепов сделал и потерял но это было забросами но вот как бы правильные там проводки вот это все хозяйство когда не пробовал делать а в этом году я очень сильно хочу попробовать все вот эти силиконовые приманки блесны и пластиковые рыбки вот у меня все она это есть надо только взять попробовать я никогда честно говоря не верю что вообще на него чего-нибудь ловится я привык что ловится на что-то седонные червяк груза тесто и кусок рыбы это то что у нас действительно ловится а теперь хожу и думаю голову ломаем если еще можно понять что силиконовую рыбку там тянешь она как бы движется ладно еще червяка могу понять его мама тянуть там по земле он как бы будет создавать движение и рыба на это клюнет а вот как с кукурузой быть не будешь тягать кукурузу искусственным а я хочу половить карпа и бога еще раз так на естественную кукурузу плюет хочу половить на искусственную вот теперь не знаю что просто забросить она будет лежать и она ее возьмет что не сомнение бьют вот такого дела вот этот пёс куда мне надо смотрите он туда ладно я не знаю захочу лишь обе его там снимал так что пойду я поработаю потом расскажу кто знает как ловить на кукурузу подскажите то есть вы просто забросьте она будет плавать или дергать или как а если там все говорят ну а денешь такую кукурузу а потом искусственную грузу сверху прицепишь а какой тогда смысл тогда можно просто обычную прицепить наши таза искусственная в общем ты поймешь ама где цепей так тут поработал все сделал что хотел товарищ о какая собачка у нас тут стоит чем это водичка бьется точно смотрите у собачки еще льется водичка фонтанчик скажем так а это ветеринария то есть для собакой и продают и для кошек всяких и при чандалы эту и приму тут собака писать да прикольно так знать пятница 5 ой чуть не забыл слава богу вот только начал рассказывать хорошо что вспомнил а то я уже хотел идти до этих самых до врачей надо забрать еще один компьютер там а потом только вспомнил я вам рассказывал что мне света заказала купить этот муку иначе она меня чики-пуки сделает а мука он напротив магазин надо туда перейти и там купить три пакета муки а потом сумку положу пойду дальше себе ремонтироваться пойду за следующим компьютером переехать вот это форму в такой зеленый полосочками там асси полиция истерики мужчина и женщина стоят просто знали что у нас теперь полиция по-другому одета раньше была другая форма а теперь так вот вот о каждом углу есть кстати что сегодня отменили какой-то закон бы на сайте но вы приняли вспомнил и за утром рассказывала в городе у нас буенос-айросе приняли закон запрещающий вот этим мойщиком стекла машин на перекрестках стоять штраф будет и вот этим с тряпочками что я рассказывал буквально позавчера которые бизнес открыли типа машины мы охраняем вот такой типа стоит здесь тряпочкой и берет бабки за то что он тут ходит между машинами вот запретили сегодняшний день я и пошел все я покупать муку это был 50 стоит ну магазинах во всех конечно улица просто бывает немного дешевле запретили сегодняшнего дня у нас в городе буенос-айрос сказали я не помню сколько там штраф если кого поймает если будет выявлено что эта группа лиц делает типа вот мойщики стекла на перекрестках и вот эти охраняющие машины которые сами тут стояли постоянно вот на этом квартале был чувак вот на этой женщина стояла если бы будет по ну пойму что это организовано группой то тогда от 5 до 15 суток может быть ареста кроме штрафа вот так что можно еще и посидеть прочитали потом прочитал позавчера шоу мардель платье как раз и сезон наступает на море вот я хочу в этом году посетить за мейса мардель платы вроде бы им муниципалитары мардель платы принял экспериментальные постановления шоу в этом сезоне городе модель плата и по алкоголизм у водителей 0 процентов должен быть то есть у нас разрешено до 5 миллиграмм что-то как вот считается вот этот алкоголь когда в трубочку пичишь у нас официально вареньки не расширно что-то там до 5 миллиграмм то есть имеется ввиду 6 и ты выпил баночку пива и дыхнуть то ничего тебе не будет или там пол стаканчика вина ты выпил там 100 грамм вина тоже то ни черта тебе не будет а тут решили поэкспериментировать и сказали то в общем страхи дикие все сон 0 0 0 должно быть раньше забирали машину ты проспался тебя отправляли домой проспался пришел забрал свою машину штраф какой-то заплатил там но ничего сейчас пользу то что машину может забрать там сразу большой випсах о чем 0 0 0 экспериментальный город морды плата на этот сезон летний но я читал что какой-то там адвокат или кто-то такой в общем на них уже в суд подал и сейчас верховный суд будет решать правомерно или нет они приняли такое решение с этим алкоголем 0 0 0 потому что говорят что это что-то там нарушает что если по всей аргентине за разрешено столько-то не может морда плата сама по себе принимать закон ужесточающий весь аргентинский закон одним словом как это дело будет не ясно просто сказал что пока что приняли 0 0 0 по алкоголизм за рулем маркер плате и на них подали в суд и суд еще окончательно не решил то ли он утвердит 0 0 то ли он отметить постановлению во всей модель план когда что-то узнаю расскажу сейчас надо пойти забрать компьютер уже рассказывал и готовится так как сегодня святая пятница я всегда говорю что такая пятница кстати кто-то у меня спрашивал часто вот видео вот тут даже написано где это есть телефон сверху и все вот когда я колбасу делает говорят вот селитру где покупаю что тут и покупаю в этом магазине селитру вот здесь вот этот магазин продает всякие такие продукты и в том числе селитру которой я делаю колбасу может она немножко не так называется он там мешка вставить может она называется немного как как-нибудь нитратная соль еще что-то это я так говорю селитра но в общем для колбасы для всяких хамонов то есть вот уже ним как как вот и когда сушат эту ногу вот эта штука панцы часто сушат вот эту соль применять надо его тут ее можно купить это у нас фураменту и к бельда для живущих будет нас айресе подсказка где это купить так все к новому году готовится смотрите игрушечные магазины разрисовали этот самый еще у нас какой-то там поле полемика по закону для полиции что-то там изменили я честно скажу даже сильно не знаю что изменили но что-то после вот этой встречи президентов изменили в законе я полиции что-то им там больше разрешили насчет стрелять там и по спину когда раньше у нас было такое что эти полицейские стреляет в спину убегающему преступнику то виноват полицейский потому что говорит и стрелки но он уже убегал но этим все преступники наши пользовались что было он убегает от полицейского и через плечо стреляет в них а полицейский не имеет права стрелять потому что если он ему попал со стороны стены значит его посадят политику очень была такая штука навстречу президенту по моему по полицейские имели право стрелять куда захотят и вроде бы наш министр и так и дел женщина сказала что она и дальше разрешает это делать не дает больше права применения оружия полицейских нашел сразу все там начали орать и и за и против ну в общем я вообще не честно говоря не не полную стрелять полемику мне как одинаково полицейские должны иметь свои права реальные все это правда потому что если мы начнем там это бедный преступник его там это самое пускай не лазит к не вору одним словом полемика чем она закончится посмотрим нас вообще много полемик у нас еще есть полемика которую все время решает но никак не решат эту тема абортов я уже тоже раньше про нее рассказывал там когда зеленым платочком бегает половина кричит что это должны типа женщины сами решать что это должно быть разрешено особенности особенности если там угрожает здоровью женщин ты просто чтобы можно было официально поликлинике сделать а не делать это где-то на стороне тихоря под судным делом и кричат которые религиозные что это типа убийство детей что такое общем это конечно тоже туда лучше не лезть это такая полемика но она у нас есть она по периодических высовывается на уровне там выдвигается на уровне ну парламента там решает решает потом раз там не набрали голосов снова кто-то выдвигает манимком вам уже начало решаться дальше жить пока как чё там решат одно это так про всякие новости мне надо здесь надо еще посмотреть на какой-то улице наверно следующий мне надо найти этот клинику адонтологу так это ладно я сначала перебегу потом поснимаю посмотрю адрес куда мне идти адонтологу то есть этих который зубник врачей изобразить не компьютер на ремонт не наверно все-таки на следующий а вы пока погуляйте по кабельку так утра была жара я уже не знал куда кинт свой пиджачок сейчас вроде снова прикручиваю правая продает всякие штуки наподобие кондиционеры телевизор и такое сюда холодильники стиральные машинки большой один дома магазин такой мы только не продуктовый а таких вещей он такой не один них много всяких таких гармаре и другие которые занимаются такой же это просто один из них заодно можем что у нас все первые этажи это все время это самый одежда дочь и магазин посмотрите уже третий полицейский патруль встречаем ветер вот я показывал там мужчина женщины стояли только что со мной прошли около магазина вот еще трое полицейских идут смотрят ведь никто никому не пристает на я хотел сказать что сейчас в городе очень хорошо контролируется вот эта тема и можно сказать что она сильно улучшилась эта тема полиция стала больше контролировать больше всего существует не в плане приставать и спрашивать документы нет как вы видите мои фильмы ко мне еще не раз не подошли полицейский спрашивать мои документы я иду разменовый с ними разговариваю на иностранном языке и также видите что никого не любит он снова полицейский на перекрестке пошел в ту сторону переходит так что просто мне там писали как в комментариях что ну вот у нас там порядка больше и и типа безопасности больше и вот это все время продолжает вот эту тему что у вас там в аргентине в буэнос-айресе там одни и все такое в общем я вам хочу сказать что в принципе это уже превращается просто фейковую лапшу с этим находит какое-то преступление одной начинает размывать и все друг другу это передают и почему-то пытается внушить что аргентина это что-то какая-то страшная по преступности страна что это прямо здесь нужная наркотические картели нет весь районе конечно туда бы я бы не пошел здесь но я думаю они в любой стране есть но в основном буэнос-айрес вполне нормальный мирный город так что тоже не надо вот эту лапшу распространять по интернету сравнивать собой вы если я начну рассказывать что я читаю в газетах я кто кажуть русско-украинских так я больше ужасну с чем те что написано в буэнос-айреских газетах по преступности имею ввиду так что давайте эту тему я такая прекращать рассказывать эти байки гнать по интернету про такую дикую преступность ладно похоже я пришел это было здесь так что зимки я пошел врачам они здесь вот на втором этаже принимает вот так я уже с компьютером вот надо посмотреть что одесса что не годится надо может обновить что-нибудь конфигурации потому что дети докторов использует его и соответственно хотят гулять современные игрушки он не тянет соответственно надо посмотреть может ему что добавить а может полностью новый собрать один словно то сначала разобраться может какая-то часть годится что-то заменить одно пойдем дальше гулять по бельгарана осталось нам немного сегодня поделать прийти домой дать несколько компьютеров парочку которые эти вообще-то мне еще желание снять пару видео но чё-то я уже так находился что не знаю надо рыбальских на пару видео там хочу сделать ну в общем эти самые для искусственных приманок немножко такого ароматизатору поделать это раз и второе кое-какие линии испытать потому что надо на море ехать полным вооружение хочу с собой повести спиннинг и приманки морские и сижу каждый день не буду думаю что пойдет что не пойдет что может сработать может не сработать все равно не при угадаешь плюс опять же все не повезешь но хотя бы основную массу всяких таких штучек а еще раз напомню кто там понимает что хоть когда-то ловил на искусственную кукурузу пусть подскажет как я правильно использовать чтобы действительно попробовать поймать что-нибудь на искусственную кукурузу а то нет такую кукурузу я и так мог прицепить ладненько пойдем будем пользоваться тем что у нас наступает пятница а пятница это пятые дни потому что потом после него суббота воскресенье выходные ну одним словом балдеж балдеж я думаю что все таки у раз конечном итоге прекратится это вот учить и в общем пути прогноз говорит что уже будут прекращаться еще будет наступить наконец-то летом конечно улице тепло смотрите мальчики поэт он это самое шорты и майки я бы так уже если сейчас выходил так бы пошел мне уже если честно сказать немного жарко я просто позавчерашнего вчера ехали в машине вечером лил дождь такой что надо было не дворики выключать на постоянку то есть не так чтобы такой режим как бы периодически а на постоянку и надо было включать печку машине было холодно прямо прямо холодно а сейчас передаю через пару дней снова 30 и за 30 мужика на память и на голове как всегда голубь сидит обгаживает вот городская проблема эти голуби постоянно надо это вон там на зеленой лавке такой зеленый весь зеленый с полосочками лежит это чувак спит который парк убирает видео каждом парке есть чувак который убирает где мы еще перерыв сделать хотя у нас пожалуйста вам женщина пришла в платье влевать и тоже отдыхает у нас это принято нормально еще вот любят на травке посидеть особенно молодежь они там на травке не просто посидят а и полежат даже тут обгородили шумно травку не лазили также как-то сейчас меньше так вот это такой значок видите желтенький да а там вот это вот такое да вай фай это значит что на каждой площади ну в основном на каждой платье плаза ну вот это вот парк у нас вот написано что тут есть буэнос-айровский вай фай то бесплатный вай фай для телефонов хотите там ноутбуков садитесь на парке и пользуйтесь бесплатным вай файл конечно я вам скажу что он не самый скоростной этот вай фай дали можно сказать так довольно медленно и на площади всех не подключается но потихоньку растягивает растягивает то есть на площадях сейчас бесплатный вай фай в центре много мест где бесплатный вай фай на остановках метро бесплатный вай фай по моему метро в самом есть ну там найдем метро сколько народу ездить и все подключатся там пока откроешь страницу так и уже и доедешь на своем метро то есть одним словом что-то делает но не доделают то есть если есть бесплатный вай фай то вам очень медленно стройки у нас бесконечно бесконечно роет тротуары и что-то строит вот так слово роет тротуары снова меняет плитку он от того места да это это кстати музей за этим по моим тут один день неделю бесплатно можно в этот музей ходить и балдеть там хорошо красиво но вы на сайлис это постоянная стройка прямо вот снова плитку меняй но это и хорошо потому что старая плитка знаете чем вообще достает старая плитка на тротуара это тем что она шатается а если она шатается то идешь в дождь наступаешь на плитку только плюх все штаны грязной воде потому что с под плитки как плюхнет и на нее наступил и это у нас прямо беда а вот меняет плитку видите здесь уже пол квартала все сменили ну правда осталось по убирать да почистить подмести тут накида на какой-то тырсы видно деревья резали вот этот парк а тырса кстати он дерево обрезали видите классный парк и сюда по моим по средам бесплатно можно прийти и просто в нем посидеть если вам хочется там что-нибудь там отдохнуть птичек послушать приходите туда в музей по среду до кони и не в среду по моему очень дешевый довольно то есть там на и правда сейчас давно не ходил но было как-то что-то 20 ps то есть совсем не очень дорого по стране стану не то что не очень дорого вообще не дорого фу больше рассказать вроде ничего все стало очень зеленым вот это очень аллергенные деревья и когда начинает свистеть и вот такие шарики вот эти у кого есть аллергия лучше под этим не ходить местом так там наш полицейский участок потому тут куча полицейских машин и полицейских он это наш район а то есть каждом районе свой полицейский участок кстати эти штуки когда засветут впереди у нас детский садик начальная школа по моему потому сейчас он там толпа с детьми ведь вот вот всех их туда садик не вымою там начальной школы никто только детский садик точно нет начальной школы но вот у нас такие вот садик ходят на рюкаги то есть может есть там какие-нибудь подготовительные в школе вот эти знаешь и подготовительный класс но не школа вот такие у нас детки бегают садик все униформы уже некоторых отвели мамаши возвращается некоторые у нас и самокатах еще туда едут до 1 до инфантиль точно написано что секондин не инфантиль то есть только детский сад я их обойду так дети вроде не плачут когда их школу в садик ведут смотрите все довольны скачут чмокаются и в садик так что значит их там не обижаюсь не кричит мама я в садик не хочу все бегут аж припрыжку я рассказывал что у нас принципе дерево срезать это очень большая проблема то есть даже для не то что там частник у себя во дворе не может срезать дерево можно там его посадят если он срежет что-нибудь такого ну как бы специальная служба муниципалитет города и все такое здесь раньше стояла телевизионная вышка нашего поставщика услуги интернета и телевидения вот вот здесь на этом месте и здесь росло то дерево здесь был такой типа частный дом здесь стояла телевизионная вышка они продали это место здесь построили вот такой вот дом видите и дерево вот это они как только не встраивали и так и всяк но они его не смогли срезать и вот дом строится вокруг этого дерева чтобы было проблем но в то же время все равно вот есть это дерево на месте писали его строительство и все еще видел даже в некоторых местах есть так что дерево мешает и по козырьку над входом здания и прорезает козырек и гибель вокруг дерева то есть дерево через козырек так вы делаете то есть конечно уже доходит до некоторых абсурдов но факт и факт у нас так так же у нас дерево резать нельзя мы с леней сходили в парк прогуляться дали да это вот типа с парка зайчик подогнал то мы как выйдем в парк так вот потом приходим с таким я говорю мне нужен шампунь хорошо мы зашли взяли шампунь я вот такой беру себе сейчас я покажу вот так марка велида это кондиционер потому что мне на другие шампуни на все аллергия у меня прям вот просто эти шампуни мне подходят это кондиционер из алое а это календула это ноготки по моему называть вот так цветочки эти и шампунь календула марка веледа это не шампунь и кондиционер без консервантов без красителей без отдушек всяких без минеральных масел вот но всем хороший затем мне нужен был крем тоже дневной и смотрите вот что я нашла насыщенный крем это в аргентине мы живем в манес айресе насыщенный крем динамическое увлажнение вот кожа насыщается влага обретает свежесть есть такой крем 1000 значит такой крем стоит это он был ну да не это были китка календула а вот вот она выбила да вот видите девятьсот семьдесят восемь песен стоит супер дорогой 40 процентов скидка да и ну мы заплатили пятьсот восемьдесят шесть за вот такой а шампуни стоили по 240 шампунь кондиционер 240 песо на 480 в общем до 1000 песо это получается у нас вот крем и два шампуня но женщины мы создание дорогие ясну пилить так ну в общем купили затем зашли у нас тут напротив есть китайский китайцы скажем так как она называется мочалка мочалка да для мытья посуды посылочки платочки одноразовые это средство я для мытья унитаза одно вино сегодня крем для лени 10 раз дешевле одно вино сегодня пятница нас спрашивает расскажите какие вина выберете вот наше любимое вино по цене и по качеству органическое вино санта ирены кстати я где-то еще недавно услышала такую версию не знаю правда или нет напишите в комментариях что если вино закрывается вот такой пробкой то есть она ну раскручивается да то туда кладут меньше сульфита или сульфатов в общем меньше всяких консервантов потому как вино которое с пробками с такими с деревянными то корча ну и не пробки деревянные ну в общем крем для лени стоит смотрите 750 грамм стоит 110 вот это 40 миллиграмм 40 миллиграмм стоит 1000 песо так что не тысяча меньше ну да по скидкам никакие не тысячу вот чек ты заплатил сколько 586 все а сколько меня задерут завтра 978 тысяч я тебе скажу честно я бы за тысячу крем не взяла поэтому тема закрыта крем мужской 10 раз дешевле крема за тысячу я быть крем точно не взяла потому что здесь его только 40 миллилитров крем за тысячу ну извините ну ну очень поздно знаете чем короче за лицом надо ухаживать что ты смеешься за лицом ухаживать так подожди дальше я взяла вот такую желтую чечевицу она обычно у нас дороже стоит у нас здесь есть один магазинчик как он называется ну где мы вино покупали органичные продукты ну да такие что они органичные ну нет называется натуральные короче полезные продукты диетические все такое ну вот взяли здесь получается 116 за килограмм они очень вкусные вот эти суп с ними хорошо готовить суп пюре к примеру они ну чечевица это желтая турецкая или как она называется желтая турецкая чечевица написано роха красная но на нее не красная на оранжевая так дальше мы еще ходили в парк и нашли там для меня вот такое такую футболочку она длинная такая обычная вот как под лосинки к примеру футболочка с рукавчиками так это стоило сколько двести двести восемьдесят песо да она была по моему это аргентинское производство ясный перец вот такая красивая дальше это тоже для мытья посуды они железненькие такие хорошо иметь лени тоже отхватили да такие шортики обычные на смотрите вот такие обычные нормальные ну шорты как шорты цена цена можно сказать по нашим меркам смешная 130 песо вот индустрия аргентина так что что-то в аргентине все-таки еще делается шорты хотя шорты по 130 песо здесь такая завязочка резиночка вот карманчики даже если я и даже смотри вот даже не мне такие маленькие видишь не включить машине можно положить сзади тоже из кармане и не не сзади нет но в общем вы увидите ли они это не просто и потом надо ли они увидите в виде обычные такие одинаково взяли потому что были одни здесь такой светло-серая полоской здесь черная но вообще никуда не ходится и еще мы взяли наше любимое мороженое прошли вот пятница открывай здесь какие два килограмма мороженого значит здесь такие вкусы смотрите маракуйя желтенькая лёнь не трогай пальцами на держи скрышки где ложку значит значит здесь маракуйя вот дальше тирамису вот этот вкус и рачер 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 у нас тут рачер говорят и это открываем смотрим сейчас мы его быстренько морозилку поставим лёнь подожди и здесь тоже рачер я взяла вот половина и шоколад барелочи с орехами и шоколад швейцарский свисо чоколад и свисо чоколад и барелочи вот такие два мороженых мы взяли сегодня пятницу будем отмечать и вот мы в общем короче мы сходили в парк у нас всегда как всегда так получилось в общем лучше на парк не ходить там что-то в этих парках неправильно в аргентинских не мы все-таки прошлись по парку немножко совсем но не все пока пока но не только же показать фрукты и овощи надо что-то еще другое показать мороженое стоит за два килограмма 350 песо а килограмм 250 а килограмм 250 но у нас это скидка только по пятницам если берете 2 килограмма мороженого так что не ходите в аргентине замороженным до пятницы подожди за 2 мороженых получилось за 2 килограмма ленда не перебивай за 2 килограмма сколько 300 300 там будний день 500 а в пятницу 300 300 ладно друзья все всем пока